Денис Дворяшин Денис Дворяшин Денис Дворяшин На Вычигду в районе лодочной станции Чайка эти рыбаки пришли впервые за много месяцев. Хотели отдохнуть, расслабиться, погреться на долгожданном солнышке. А попали в число нарушителей закона. Увидев на берегу людей в спецформе, мужчины попытались убежать, но путь преградила полынья, пришлось выйти на сушу. Денис Дворяшин Денис Дворяшин Денис Дворяшин Денис Дворяшин Денис Дворяшин Денис Дворяшин Денис Денис Дворяшин Денис Денис Дворяшин Денис Дворяшин Денис Дворяшин Денис Дворяшин Денис Дворяшин Дворяшин Денис Дворяшин Денис Дворяшин Денис Дворяшин Денис Дворяшин Денис Дворяшин Денис Дворяшин интерактивный музей. Поскольку микрорайон в первую очередь известен своим деревообрабатывающим комбинатом, музей будет посвящен искусству обработки древесины. Также в парке ЗДК будет работать площадка «Тропа северных сказок» с деревянными фигурами котловских мастеров и фонтаном. Ну и, конечно же, в музей будут расположены стенды с историей микрорайона ДОК. Мы с нашим депутатом Анатолием Николаевичем Марсеевым проговаривали уже. Он нам сделает историческую справку по микрорайону ДОК. То есть, все мы расскажем, покажем. Финансирование на все эти проекты выделит не только культурно-досуговый комплекс. Огромную помощь в создании арт-объектов оказывают спонсоры и неравнодушные люди. Например, экскурсии в Лиминском музее флота будут проводить бывшие моряки. Макет корабля изготовят в исправительной колонии номер 4. А рассказывать о ремонте поездов и работе железнодорожных станций в Ичигодском будут сотрудники РЖД. Дата открытия 1 июня выбрана не случайно. Это Международный день защиты детей. И именно маленькие воспитанники детских летних площадок станут первыми гостями арт-объектов. Правда, в поселке в Ичигодском экскурсии начнутся позже, 5 августа в день железнодорожника. Театральный фестиваль Тарарам стал победителем регионального конкурса на представление субсидий муниципальным образованием Поморья на реализацию общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта «Любодорога». На проведение мероприятия проекту Котловского драматического театра из областного бюджета выделят более 300 тысяч рублей. Это отличный подарок юбилею фестиваля, ведь в этом году Тарарам отметит свое пятилетие. В июне в Котлов съедутся театры из 11 городов страны. Организаторы приготовили массу сюрпризов и для гостей, и для зрителей. Подробности в следующем материале выпуска. Главный сюрприз Тарарама-2018 в том, что он будет проходить в двух городах – в Котлосе и Великомустюге. Откроется фестиваль 12 июня на родине Деда Мороза. Увидеть шествие театралов и их выступление на открытой сцене сможет любой желающий. Посещение Водчины в этот день будет бесплатным. Такое количество разных театров со всей России увидеть в Котлосе – это огромный подарок котлашанам и жителям близлежащих населенных пунктов. В этом году в рамках фестиваля свои спектакли покажут 11 театров. Север страны представят Цыктывкар, Воркута, Мурманск, Архангельск, Вологда и Котлас. Центр – Нижний Новгород, Подмосковная Истра, Вышний Волочок. С юга приедут артисты из Воронежской области, будут даже армяне из Еревана. Так что в этом году Тарарам вновь подтвердит свой статус международного фестиваля. Судя по тому, что у нас такое большое количество новых участников, новых театров, то фестиваль поднимает свой уровень. Мы берем теплым отношениям, теплые встречи. Уезжать не хотят после нашего фестиваля. Мы стараемся максимально встретить друзей с северным гостеприимством. Как рассказала Наталья Шибалова, с появлением Тарарама Котлас стал узнаваемым на театральной карте страны. На фестивале у нашей труппы завязалось много творческих отношений. Артисты стали больше гастролировать. В рамках обменных гастролей на радость местным театралам к нам приезжают всевозможные театры. Развивается и туристическая индустрия. Плюс на каждом фестивале проходит мастер-класс у нас обязательно для подрастающего поколения, для руководителей театральных коллективов. У нас идет еще и обучающая функция. То есть мы развиваем театральное дело вот здесь вот, в глубинке, в Архангельской области. Тарарам будет идти 8 дней. Кроме детских и юношеских спектаклей в этом году будет много вечерних. По итогам фестиваля жюри выберет лучшую постановку. Кстати, оценивать спектакли в этот раз будут и зрители. В этом году Котласский театр драмы впервые проводит акцию «Подари билет ветерану». В преддверии Великого праздника любой житель города может купить один или несколько театральных билетов и подарить их ветеранам или детям войны. Билет можно передать лично, а можно через совет ветеранов или работников театра. В рамках благотворительной акции пожилые люди смогут посмотреть новую постановку Натальи Шибаловой «Соседи». Спектакль пройдет в канун Дня Победы, 8 мая. Дополнительную информацию по поводу участия в акции можно узнать по телефону, который сейчас на экране. Внимание! Розыск! Сотрудники ОМВД России Котласский устанавливают местонахождение Шульгина Артема Юрьевича 1992 года рождения, проживающего в поселке Вычегодский, который 6 апреля ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. На вид молодому человеку 25 лет. Рост около 175 сантиметров. Среднего телосложения. Лицо овальное. Волосы русые. Стрижка короткая. Был одет в куртку демисезонную черного цвета. Прямую длиной до бедра. Брюки коричневого цвета. Ботинки демисезонные черного цвета на шнурках. На голове вязана шапочка коричневого цвета. Всем, кому что-либо известно о судьбе и местонахождении Шульгина Артема Юрьевича. Просьба сообщить в МВД России Котласский по телефону 24862-22822 или 02. Накануне днем жители Коряжмы видели во дворах гуляющую обезьяну. Если бы не бдительность коряжемцев, неизвестно, чем бы закончилась ее прогулка. Выяснилось, что животное убежало из контактного зоопарка, гастролирующего в эти дни в городе. В поисках питомца хозяин обезьяны обежал всю Коряжму и нашел. Подробности истории у Марины Минькиной. Это видео прислали в редакцию наши телезрители сегодня днем. На нем обезьяна, которая свободно гуляет в одном из коряжемских дворов. Но к людям она не подходит. Очевидцы, чтобы поймать ее, решили прикормить вкусняшкой. В то время, когда животное знакомилось с коряжемскими окрестностями, ее искал хозяин, директор контактного зоопарка. Магомед говорит, Антошка ручной и дрессированный. Он большой любитель прогулок, но всегда был рядом, не убегал. Виной побега стали собаки. Когда она вышла очередной раз на улицу, у нас побежала собака, и обезьяны очень плохо реагировали собакой. И обезьяны очень сильно побежали собакой. Она растерялась и не знала, куда идти. Уже назад хоть и не находила. И побежала так, что подъезд. Спасибо неравнодушным горожанам. Они запустили обезьяну в подъезд и передали владельцу. Магомед рассказывает, Антошка наделал немало шума среди горожан. Не каждый день по коряжме гуляет мартышка. Сначала там один был, а он как-то увидел. И вот понятно, что это перед ним находится. Такой весь трясутся, и не могу понять, что там передо мной находится. Обезьяна это ничто. История со счастливым концом. Антошка дома и пока под домашним арестом, пока не прошел стресс и не успокоился. Его подружка недовольна. Наверняка, что гулял без нее. Зарина? Зарина? Продолжит выпуск наша опознавательная рубрика «Слово-опрос». Здравствуйте! С вами Арина Горбунова и познавательная рубрика «Слово-опрос». В этом выпуске узнаем значение фразеологизма «Ящик Пандоры». Но для начала спросим у горожан, знакомо ли им оно. Генеральный спонсор нашей рубрики – книжный магазин «Территория». Любишь читать? Приходи в книжный магазин «Территория». Огромный выбор книг для занимательного досуга или учебы. А также отличная подборка настольных игр и канцелярии. А за покупку от 500 рублей получи дисконтную карту. Территория на первом этаже ТЦ «Адмирал». Знаете ли вы, что означает фразеологизм «Ящик Пандоры»? Не, я таких не отвечаю. Нет. Нет, не знаю, извините. Нет. Нет. Не знаю. Без понятия. Ну, это набор всяких неприятностей, которые возможны. Если ты хочешь это все испытать, то можешь открыть этот ящик. «Ящик Пандоры» – это источник горя и бед. Открыть «Ящик Пандоры» – это значит открыть нечто такое, что будет печальным и необратимым. История словосочетания «Ящик Пандоры» корнями уходит в древнегреческое сказание, согласно которому миром со священного Олимпа правил Зевс. А люди, которые жили там, были счастливы и довольны, не знали бед, но на земле не знали огня. Чтобы помочь людям, Прометей принес с Олимпа священный огонь на землю. За этот проступок Зевс решил наказать не только Прометея, но и людей, которые осмелились пользоваться этим даром. Смешав воду с землей, богом огня Гефестом была создана женщина. Боги наделили ее красотою, хитростью и красноречием. В переводе с греческого языка «Пандора» означает «всеми одаренная», поэтому в дальнейших сказаниях женщина именуется Пандорой. Сам Зевс в дар девушке преподнес изысканный ларец, который запретил открывать при любых обстоятельствах. Именно этот ларец в мифологии и называется «Ящик Пандоры». Изучайте значение слов, расширяйте лексикон. Пока! Продолжаем. В понедельник 23 апреля с 17 до 19 часов члены Общественного совета будут вести прием граждан по личным вопросам. На ДОКе в клубе «Октябрь» прием будет вести Александр Меньшаков. В поселке Вочегодский в администрации административного округа по адресу Ленина 30 вас будет ждать Василий Панов. Что касается центра Котласа, здесь прием будет проходить в городской администрации в кабинете номер 103. И вести его будет Ольга Василенко. Также в Центре дополнительного образования на Маяковского 30 кабинет номер 12 проводить прием граждан будет общественный представитель губернатора Архангельской области, член Общественного совета Елена Черкова. 26 и 27 апреля в Котласе пройдет седьмой региональный фестиваль «Литературные встречи» памяти известной северной поэтессы Инны Ильяшиной. В первую очередь фестиваль ориентирован на школьную и студенческую молодежь Юга Архангельской области. В рамках литературных встреч в памяти Инны Ильяшиной будут организованы круглые столы, обсуждения и презентация новых книг, а также встреча с профессиональными литераторами, членами Союза писателей России. Встреча пройдет 26 апреля с 15 до 17 часов в Центре дополнительного образования по адресу Маяковского 30. Принять участие в работе фестиваля могут все желающие. Уже в это воскресенье, 22 апреля в 15 часов, Котласский дворец культуры приглашает на концертную программу «Парад оркестров» с участием духовых оркестров города. Для вас выступят коллективы Котласского и Лиминского ДК, Школы искусств Гамма, Великоустюгского речного училища. В программе прозвучат не только маршевые композиции, но и популярные мелодии прошлых лет. Так что «Парад оркестров» безусловно будет интересен зрителям любого возраста. Дорогие друзья, мы приглашаем всех вас 22 апреля в 15 часов в Котласский дворец культуры, где состоится программа, которая называется «Парад оркестра». Вы сможете услышать знакомые мелодии, песни, насладиться живой музыкой. Ждем вас 22 апреля в 15 часов в Котласском дворце культуры. В субботу, 21 апреля, в Котласе пройдет легкоатлетический забег. Посвящен он будет 73-й годовщине Победы. Организаторы забега приглашают к участию в спортивном мероприятии всех желающих. Регистрация начнется в 9.30 в фойе Котласского электромеханического техникума. Стартуют участники по возрастам, начиная с 11 часов. Маршрут забега будет пролегать от дома номер 13 по улице Кузнецова до дома номер 10 по улице 28 Невельской дивизии. В связи с этим, 21 апреля с 10.30 до 13 часов проезд для автомобильного транспорта по дорогам на перечисленных выше улицах будет закрыт. Кроме того, в этом районе Котласа изменятся маршруты движения городских автобусов номер 1, 3 и 14. Общественный транспорт будет следовать по проспекту Мира улице 70 лет Октября, разворачиваться на площадке у магазина «Москвичка» и далее по 70 лет Октября проспекту Мира, выходя на основной маршрут. 19 апреля на 70-м году ушел из жизни Шагин Анатолий Владимирович. Последние 10 лет он жил в городе Рыбинск. До этого работал командиром вертолета в Котласском авиаотряде. Коллеги и друзья выражают искренние соболезнования родным и близким Шагина Анатолия Владимировича. И на сегодня это все. Впереди вас ждет небольшой блок полезной потребительской информации и прогноз погоды с Ариной Горбуновой. Выходные смотрите на телеканале Котлас ТВ видеоверсию юбилейного вечера, посвященного 20-летию нашей информационной кампании. Удачных вам выходных. Увидимся. Гастроном Семеновский всегда рад предложить выгодные цены на актуальные товары. Сливочное масло от 36,80 за упаковку. Обожаете сгущенку? Берем главпродукт 49,80 за банку. Творожные десерты Данон сейчас тоже по доступной цене 44,50. В Семеновском огромный ассортимент продуктов из Белоруссии. Оцените продукцию от компании Савушкин. Творог, йогурт и десерты. Специальная линейка «Оптималь» представлена пробиотическими йогуртами с полезными наполнителями, злаками или льном. Большой выбор сыров от Савушкина самого высокого качества. Растворимый кофе «Тудэй» арабика или эспрессо по 134,80 за упаковку. Кофе «Эгоист» в зернах или молотой. Он сейчас по одной цене 271,80. Выгодные и вкусные предложения от цеха «Пчелка». Котлеты домашние по 90,40. Пельмени «Сухонские» 81,50, а старые традиции 104,90. Попробуйте новинки от Кировского мясокомбината. Мясное ассорти из печени со шпиком – 385,00 за килограмм. Ветчина для завтрака – 185,00 за кило. Хозяйкам на заметку в гастрономии выгодная цена на шекснинский бруйлер – 107,90 за килограмм. Макаронные изделия фирмы «Овсень». Еще одна новинка. Любой вид макарон обойдется в 17,50 за упаковку. В отделе консервации целая полка готовых супов, заправок и салатов тоже родом из Белоруссии. Еще одна новинка – белорусская тушенка, говядина или свинина высшего сорта. Хорошая скидка на чай «Тесс» Ричард Майский. К чаю берем конфеты «Маску», «Цитрон» или «Ромашку» от 63,00 за упаковку. Или белорусский шоколад от фабрики «Спартак». Выбираем сладости детям, например, «Свитбокс» мармелад с игрушкой. Воздушный зефир для десертов стал дешевле на 30,00 рублей. Сладкие кукурузные палочки по цене от 25,00 рублей за упаковку. Бочонок шоколадного мороженого 900,00 грамм стал дешевле на 34,00 рубля. Брикет пломбира 250,00 грамм на 23,00, а мороженое в стаканчике обойдется всего в 17,20. Готовимся к майским основательно и заранее. Решетки для жарки, средства для розжига, шампура и многое другое. Ну а для самого вкусного пикника выбираем новинки. Купаты куриные, баварские для гриля, немецкие острые или итальянские колбаски с сыром. Выгодная цена на хребты семги горячего копчения – 304,90 за килограмм. Для окрошки квас вятский по 54,00 рубля. Утолить жажду вятский хлебный по 42,90. Качественная вода тоже важна. Дилан 6 литров по цене 45,60 за бутыль. Сок дары кубани в ассортименте по 53,90. К празднованию Великой Победы Семеновский подготовил прекрасный тематический выбор товаров. Футболки с символикой праздника, игрушки, сувениры. Гастроном Семеновский. Всегда низкие цены. Котлас, проспект Мира, 19А. 22 апреля в 15.00 Котласский дворец культуры приглашает на концертную программу «Парад оркестров» с участием духовых оркестров города. Для вас выступят коллективы Котласского и Лиминского ДК, школы искусств «Гамма», Великоустюгского речного училища. В программе прозвучат не только маршевые композиции, но и популярные мелодии прошлых лет. Билеты уже в продаже. Телефоны для справок 5.25.15 и 2.54.46. Обувное предприятие город Киров принимает обувь в ремонт. Смена подошвы, союзок, расширение зауженной обуви. Профессиональный ремонт любой сложности. 25 апреля в КДЦ города Котлас с 10 до 18 часов. 20 лет за спиной, 20 лет, многих наших в строю уже нет. 7 мая в 19 часов в Котласском дворце культуры выступит легендарный вокально-инструментальный ансамбль «Голубые береты» с новой программой «Избранная». Билеты уже в продаже. Справки по телефону 5.25.15 и 2.54.46. Постельное белье, одеяло, подушки, пледы и скатерти. Большой выбор портьерных тканей. Торговый центр «Адмирал» «Дамская радость» для дома. Две двери покупаешь, третью в подарок получаешь. Шикарные двери на фрунце 11, Ленина 18, ТЦ «Рубин» и Маяковского 44, ТЦ «Южный». В рамках федеральной программы «Большие гастроли» Котловский театр драмы приглашает на спектакли Камерного театра «Город Череповец». Бродячие артисты путешествуют, поют, танцуют, любят. И наш спектакль «Бременские музыканты о любви». Ведь если бы Трубадур и Принцесса не полюбили друг друга, не было бы этой замечательной, знакомой всем с детства истории. Все кроме любви условно. Актеры переодеваются, превращаясь из одного персонажа в другого. Главное, чтобы чувства и эмоции были подлинными. А этого у нас предостаточно. Веселый и добрый спектакль о приключениях дружной музыкальной компании «Осла», «Пса», «Кота» и «Петуха». Вместе они победят разбойников, перехитрят короля и помогут своему верному другу Трубадуру завоевать любовь прекрасной принцессы. И, конечно же, прозвучит песня, которую знают все дети и взрослые. Мы свое призвание не забудем. Смех и радость мы приносим людям. Постановка «Бременские музыканты» пройдет 17 мая в 11 часов, 18 мая в 10 часов. Справки по телефону 22034. Возможности нет. Устал слышать в ответ? Не ведут в частный сектор проводной интернет. Но хочется быть со всеми в сети. И множество сайтов без помех посетить. Общаться с друзьями, что от нас далеко. Фильмы и музыку скачать, чтоб легко. Работа, учеба, игры. Теперь все онлайн. Хочешь быть в тренде? Скайлайн подключай. Телефон 8 921 07 07 005. В рамках федеральной программы «Большие гастроли» Котловский театр драмы приглашает на спектакли Камерного театра «Город Череповец». Как найти счастье самому и помочь обрести его другим? Этот вопрос очень волнует главного героя спектакля Фрэнка Баберлея. Молодой человек понимает, чтобы помочь влюбленным сердцем соединиться, его жизнь должна уподобиться скоростной гонке с крутыми виражами. Комедия «Положение» всегда нравится зрителям. Вас ждет фейерверк зажигательных танцев, песен и яркий водоворот событий. Герой, оказавшийся в центре невероятных приключений, в финале спектакля тоже обретает счастье. И, конечно, это происходит не без помощи эффектных розыгрышей, неожиданных сюжетных ходов и карнавальных переодеваний. Спектакль «Тетя, как вы кстати» состоится 17 мая в 18 часов. Справки по телефону 220 34. Провести время с пользой для здоровья, укрепить его в борьбе с сезонными вирусами приглашает соляная пещера «Имунити». Весь апрель для пенсионеров действует скидка 30% на дневной абонемент. «Имунити». Вдыхайте здоровье. Котлас Кедрова 10. В рамках федеральной программы «Большие гастроли» Котласский театр драмы приглашает на спектакли Камерного театра «Город Череповец». Сюжет комедии переносит зрителя в атмосферу провинциальной жизни конца 60-х – начала 70-х годов XX века. Двое молодых людей опоздали на электричку. В поисках ночлега они попадают в дом чудаковатого музыканта Сафронова и сочиняют историю о том, что один из них – сын хозяина дома. Эта выдумка не только порождает многочисленные комические ситуации, но и изменяет жизнь всех героев пьесы. Спектакль, поставленный в лучших традициях классического русского театра, открывает новые смысловые пласты известного сюжета, сочетающего острую комедийность и лиризм. Это спектакль о людях российской глубинки, живущих по законам природного самоочищения, способных сделать выбор, основанный не на соображениях выгоды, а на внутренних душевных склонностях. И, конечно, о вечных проблемах, о любви и одиночестве, об обретении себя, о стремлении каждого человека быть услышанным. Комедия «Старший сын» состоится 16 мая в 18 часов. Справки по телефону 2-20-34. Когда мы кушать все хотим, берем пельмени и едим. Каждому достанется то, что очень нравится. Пельмени Котласки. Отстрелы. С любовью. Здравствуйте. О погоде на ближайшие три дня расскажу вам я, Арина Горбунова. Наш метеовыпуск выходит при поддержке сети магазинов «Континент». В сети магазинов «Континент» вас ждут небывалые скидки на продукцию российских производителей. Самые вкусные цены сегодня на свежемороженую рыбу из Мурманска. Крупные головы палтуса – 239 рублей за килограмм. Рыба для диабетиков сайда – всего 149 рублей за кило. По самым удивительным ценам, сегодня в сети магазинов «Континент» лапы куриные – всего 36 рублей за килограмм. Тушеное мясо свиных голов – 116 рублей за пол-литровую банку. Филе индейки – 239 рублей за килограмм. Купаты дарницкие – 219 рублей за килограмм. А вкусное белорусское соленое сало с чесноком – 369 рублей за килограмм. Магазин «Континент» – только качественная продукция. В субботу 21 апреля в Котласе ясно, небольшой снег. Температура воздуха днем до плюс 2 градусов. Ветер северный 4 метра в секунду. Воскресенье 22 апреля погода существенно не изменится. Ну а в первый рабочий день 23 апреля в Котласе вновь ясно. Температура воздуха днем до плюс 2 градусов. Ветер северный 4 метра в секунду. Шинный центр «Автообувь» желает вам приятных и легких дорог. А я желаю вам хорошей погоды независимо от времени года. Увидимся на телеканале Котлас ТВ. Решим любую проблему ваших колес. Шинный центр «Автообувь» – это легковые и грузовые шины, литые и штампованные диски, колесные крепежи, балансировка, правка дисков. Каждому покупателю шиномонтаж в подарок. «Автообувь» – максимальный выбор по минимальной цене. «Котлас» Ленина 61. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова